И, конечно, Амар для нас был примером. И учителя его приводили, смотрели, на что он способен. Нет, вообще, я вообще не тренируюсь. Я не могу дома сидеть, я хожу каждый день. Туда хожу и обратно хожу. Это мой фазендер, я сам строил этот мой огород. В этом году, слава богу, урожай есть, хороший урожай. Сила, бог даст, только от его достается сила. Мои богатства, это мои дети, мои внуки. Приятно, они меня только как... Мне обзывали сила, что гряк, логород. Я себя так и не считаю. Я обычный человек, бывший колхозник, пенсионер. Тихо, лаячо. Тихо, лаячо. Я, Амар Хандулаев, живу в селении Келятли. Я занимался спортом. Раньше занимался... Раньше это 60 лет назад, когда Горец учился еще в школе. На пятом классе когда был. Вот тогда я занимался спортом. После пятого класса я ушел из школы. На спорт и учебу у нашего героя попросту не было времени. Подростком он трудился в колхозе. Нужно было помогать родителям. Амар Хандулаев рос в большой многодетной семье. Он и мой родственник, и сосед. Детство у него было очень такое тяжелое, можно сказать. 60-е годы. И этот человек был очень трудолюбивым. Как-то с ним поспорил знакомый. Сможет ли пожилой Горец выполнить пару-тройку упражнений на турнике. Вот однажды здесь был у нас сельский праздник. И один мой сосед пришел. Давай, если ты мужчина, давай со мной спор на турнике. Давай, говорю я. Он только прокачался, прокачался на турнике. И ничего не мог делать. Я залез и сделал вот это крюки. Они закричали и хлопали. И болели за меня. С тех пор все и началось. Уникальные способности Горца сразу же отметили односельчане. Приятно. Они меня только как не обзывали силач туда-сюда. Горякла, говорит. Аллаху Акбару Акбару. Откуда берется такая сила в 70 лет? Без тренировок и диет. У нашего героя на это один ответ. К дедушке Амару часто заглядывают родственники и соседи. Многие из них до сих пор помнят его спортивные достижения в детстве. Тогда разные игры не были. Там обычно была борьба на турнике, на брусьях, прыжки в длину. И, конечно, Амар для нас был примером. И учителя его приводили смотреть, на что он способен и так далее. У дагестанского Геракла нет каких-то специальных блюд в рационе. Он ест простую горскую еду. Да, мало я кушаю сыр, кушаю яйца, творог. Это все свое. Родным Келятлим он может любоваться бесконечно. Здесь Амар Хандулаев живет с самого рождения. У горца никогда не возникало даже мысли покинуть свое село. Жил здесь и никогда не брошу это село. Люблю я свою родину, село. И буду жить до смерти здесь. У нашего героя четверо детей и 15 внуков. Они его гордость и главный смысл жизни. Мои богатства это мои дети, мои внуки. А здесь почти половины даже нет. А дедушку смотрели по телевизору, они видели? Да, конечно. И что говорят? Они радуются, что у них такой дедушка есть. Здоровый. Он и сам нередко навещает родственников и знакомых. Вот и сегодня с супругой отправился в гости к соседям. Посмотреть на новые экспонаты домашнего музея. Его создала жена Ахмеда Патимат. А потом поговорить о жизни за чашкой ароматного чая из горных трав. Ахмеда Патимат. 10 километров туда и 10 обратно. И так каждый день, зимой и летом, в любую погоду Амар пешком проходит это расстояние от села до фермы. И не чувствует при этом ни капли усталости. Я не могу дома сидеть. Я хожу каждый день. Туда хожу и обратно хожу. Это мой фазенда, этот мой огород. Этот фазенда я сам строил. Здесь ничего не было. Горец с раннего детства занимается сельским хозяйством. Пожалуйста. Пустой. Тиква есть, свекла есть, картошка есть, морковка есть. Не смог оставить привычное для него дело и в пожилом возрасте. Тиква. В этом году, слава богу, урожай есть, хороший урожай. Но в прошлом году ничего не было, почти ничего не было. Но в этом году есть кое-что. Дел в его хозяйстве немало. Помогают дети и внуки. Помимо огорода, Амар ухаживает за домашним скотом. Подготовка на зиму. Здесь у меня барани бывают. Как когда-то его предки в старину, горец косит траву, готовит сено на зиму. У ребят, у моих сыновей есть скот. Я зимой их пасу здесь. Я один заживу и косу. Изменила ли его слава? Это что? Разве это спорт? Конечно, нет. 70-летний силач продолжает жить простой жизнью у горца. А к обрушившейся на него популярности, Келятлинский Геракл относится вполне спокойно. Я обычный человек. Бывший колхозник, пенсионер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова